Приветствую вас! Если вы аноним, любите честность, то я поступлю не очень характерно для специалистов в своей профессии и скажу вам прямо. Ваши вопросы, которые вы задаете, они плохие. Они очень и очень плохие. Плохие они не в том смысле, что они какие-то аморальные или там плохие не в том смысле, что вы их не должны задавать, нет. Плохие ваши вопросы в том смысле, что к сожалению, не имеют они ничего общего к тому, что вы хотите быть с девочкой и не имеют ничего общего с тем, чтобы вам как-то духовно или личностно развиваться. Я верю в то, что вы можете со мной не согласиться и скорее всего вы со мной не согласитесь, но если честно, это особо суть не меняет. Конечно, я постараюсь раскрыть свое утверждение. Конечно, я постараюсь ответить вам на эти вопросы. Но заранее хочу предупредить, что тот факт, что вы их задаете, свидетельствует о том, и не только этот факт, что, как таковая, сама девушка вам, вероятно, не совсем нужна. Я не исключаю того, что вы испытываете интерес, я не исключаю того факта, что у вас есть какие-то чувства, но, к сожалению, она сама на сто процентов вас на данный момент не волнует. И самое что главное, это то, что вы сами себя так же не волнуетесь. То есть, ваши вопросы, которые вы задаете, они свидетельствуют о том, что вы о себе сами не заботитесь, к большому моему сожалению. Итак, начинается все с того, что вы пишете. У меня довольно банальный вопрос. Ну, понимаете, давайте вот, опять же, правде в глаза посмотрим. Если бы это был действительно банальный вопрос, то вы бы не не задавали бы его всегда на сайте, и лучше, тем более, вы не платили бы за него деньги. А раз вы и задаете на сайте, и платите деньги, то давайте признаем, что вопрос не банальный. Но тогда возникает другой вопрос. Почему вы считаете банальным то, что вас волнует? Почему вы считаете банальным то, что вас беспокоит? Не обесцениваете ли вы то, что вас тревожит? Если обесцениваете, тревога будет только нарастать. Дальше. Скорее всего, это вопрос больше к мужчинам, от мужчины к мужчине. Мужская солидарность, это, конечно, хорошо, но все-таки вы обращаетесь к психологам, и здесь в равной степени мужчина и женщина могут вам помочь. Если мужчина или женщина вам отвечает, разницы никакой нет. Год назад расстался с девочкой, из которой у нас начало завязываться взаимодействие. Мы много общались, гуляли, ездили в другой город, ходили в кафе, музей и так далее. Интимной близости не было. Дошли только до держания за руки, обнимашки, поцелуйчики в щеку. Как вам сказать, вот здесь я вижу некую зажаток, некую стеснительность. Я не знаю, с чей стороны с вашей, или может быть с нее, но она есть. Некая зажатка, некая стеснительность. Излишняя регламентированность отношений. Это не к чему хорошему не приводит в современном мире. Нет, я не говорю, что у вас должна была быть интимная близость, но вот такое вот слишком официальное, как мне показалось из вашего текста, слишком официальное времяпровождение, слишком такое вот правильное. оно, знаете, я бы еще использовал такое слово, подиумное. Оно создает, создает чувство искусственности, того, что происходит. так, потом, еще не успев нормально начаться отношением, она честно сказала, что не успевают ко мне чувств, если нам нужно расстаться. Вот, собственно, это то, о чем я сказал. Во-первых, отношения ваши уже начались. Уже начались. Ваши отношения уже аноним начались в тот момент, когда вы, собственно, стали взаимодействовать. Да, понятно, что вопрос стоит, как, какие это отношения. И, понятно, что, не обязательно это, отношения, такие, романтические, да, не обязательно. Но это отношения. Так или иначе, это отношения. И, то, что вы, не считаете, что, что между вами происходит, отношениями, на мой взгляд, тревожный, эээ, крайне тревожный факт. Потому что, получается, таким образом, что для вас отношения только те, эээ, что соответствуют, какому-то определенному критерию. Но, при человеческом, ээ, взаимодействии, таких критериев нет. Может быть, девочка рассталась, с вами, именно, потому что ей, эээ, казалось, что, вы на нее, ээ, давите. Может быть, ей казалось, что, вы на нее, чего-то ждете, чего-то ожидаете. Вот. Я понимаю, что вы, опять же, эээ, можете со мной не согласиться, но, я просто обязан, это, сказать. Дальше. Эээ, после этого, мы перестали общаться. Почему? А, почему просто не, общаться, как друзья? То есть, понимаете, да? Что, вот, эээ, эээ, здесь, какой? Момент, момент, здесь, такой, что, вы, не воспринимали, друг друга, как друзья, вы видели друг друга только, ээээ, парням. Вот. Эээ, только парня и девочку. К сожалению. А это, в некоторой степени, степени, очень, ограничивает. К сожалению. Далее. Через, время, иногда, где-то пересекались, смогли пообщаться, недавно, она разрешила пригласить себя в ресторан, там хорошо посидели, пообщали. Эээ, разрешила пригласить себя в ресторан. Это, как? Пригласила меня на выпускной, очень, короче, настроение, была улыбалась, поддерживала беседу. То есть, вы хотите сказать, что, когда девочка с вами рассталась, а, у нее улучшилось настроение? Ну, вот, я так, я так понял, исходя из того, что вы пишете. Я понимаю, что, скорее всего, скорее всего, вы имели совсем другое в виду, и что это просто контекст, но, тем не менее. так, пригласила меня на выпускной, положительно относится к телесному контакту, на прощание с волейбос, я взял руки в свои, когда они были у нее на коленях, улыбнулся, она, тоже улыбнулась, видно, что это очень подняло ей настроение, ну, здесь у вас, очень, какое-то вот углубление идет в сторону, вот это вот, как она отреагировала, как я отреагировал, тут, более естественно, не хватает более естественного, не хватает более естественного поведения. Вот. Сама даже тянулась к своим рукам в момент прощания, в другой раз, положительно относится куда-то пойти, в будущем, с заметным походом, на культурные мероприятия и так далее. Очень похоже, что сейчас девушка чувствует себя свободнее, связано это с тем, что мы, видимо, не в отношениях таких официальных. Есть риск, что когда вы, опять, начнете, так сказать, встречаться, ну, вот, как вы встречались до этого, до этого, она опять поддик-почувствует давление с вашей стороны. Так, мы не переписываемся днями, набролет, как мне видится, она испытывает наделять ко мне и общение, и к общению со мной длинные переписки не сильно приемлемо, отдавая, видимо, припочтение живому общению. Слушайте, здесь ситуация такая, что, да, объективно есть люди, которые не очень любят интернет переписки, и, будем, будем честны, с этими людьми сложно не согласиться, с этой позицией, что интернет переписки далеко не лучше, что может случиться с человеком, и с парой. но, с другой стороны, к сожалению, есть здесь и такой нюанс, что отсутствие переписок, отсутствие переписок, означает, что вам, вероятно, не особо много есть чего обсуждать, в контексте отвлеченном, не связанном с тем, что вы делаете, не связанно с тем, что происходит в данный момент с вами, например. И я бы здесь все-таки обратил внимание на то, насколько много между вами общего, и есть ли вообще между вами общего, то есть, грубо говоря, достаточно ли общий между вами общего. Вот. Понимаете? Какая штука. Не то, что бы я, вот, считал, да, что между вами общего нет. нет. Не то, что бы я так считал. Просто, я думаю, что общение по переписке, оно не то, что бы самое главное, оно не то, что бы самое важное. Оно не важно и не важно, но оно подтверждает, оно подтверждает то, что у людей есть о чем общаться. Есть по поводу чего общаться. Понимаете? какая штука. Вот. А то, что вот вы описаны где-то, к сожалению, ну, такая вот история, как, когда люди, вот, ну, довольно, довольно предметно, взаимодействуют друг, ну, друг с другом. Вот. Дальше. Так, значит, вопрос. Прошу дать советы, как лучше с ней теперь строить отношения, чтобы она стала моей девочкой и в будущем не встречая такой вариант женой. Ну, вообще, эээ, сперва надо бы определить, эээ, то, зачем. Эээ, зачем вам, эээ, чтобы, эээ, она стала вашей, эээ, эээ, девушкой. Эээ, зачем вам, чтобы она стала, эээ, вашей женой? для чего вам это, нужно? То есть, то есть, ваша цель, да, ваша цель, эээ, не в том, чтобы, сделать, например, эээ, ну, счастливой, ее, а потом, чтобы она стала, вашей женой и девушкой. вот, очень важно, мне кажется, этот момент, определить, и отделить, то, что вы хотите, для, себя, и то, что вы хотите, для, нее. Понимаете? и, если вы хотите, что-то, для нее, то, это, очень просто, это просто, делать, делать, солнце, ей нравится, сделать ее счастливой, и, все приведет, естественным образом, к тому, к чему, приведет, и не более того, и не более того. Но, если вы, хотите, чего-то, для себя, то, это, уже, совсем, другая история. Если, если вы хотите, чего-то, для себя, то, лучше бы вам, разобраться с тем, что, что вы, хотите, что вам, нужно. И, для чего, вот, ну, вот это все, для чего, эээ, вам, девушка, и для чего вам, семья. Дальше. Я не испытываю на нее, злости и обиды, за то прошлое, когда она меня отвергла. Мне даже нравится, что она честно призналась, а не начала никакую игру, чтобы я сам догадался, чем нравится. Подскажите, какие мужские качества лучше в себе развиваться, чтобы ей, ей было комфортно со мной, мне было комфортно с ней, и чтобы я не превратился в мальчика, бегающего, и ищущего его, ее внимание. Ну, вот это тот самый вопрос, эээ, который я вначале назвал плохим, потому что никакие, никакие, никакие личные качества вам, эээ, развивать не нужно. Вы, естественно, вы естественны в своем поведении, вы естественны в своей позиции, вы естественны в том, что вы делаете. и вам не нужно быть больше, или меньше, для кого-то. Вам нужно быть лучше, возможно, для себя, для себя, эээ, самого, да, для себя самого, эээ, возможно, возможно, и можно, ээээ, быть, эээ, лучше. Вот. Но, в остальном, в остальном, нет. Поэтому, быть, эээ, лучше, для, девочки, точно, не стоит. Быть лучше, для девочки, быть лучше, для себя, вполне. И, эээ, ком, комфорт, о котором вы говорите, не нужно выдавливать, и, и, из себя. Именно комфорт, и именно выдавливать, из себя, не нужно. Имеет смысл, просто смотреть, что нравится, что не нравится, и говорить об этом, и, и обсуждать, что все вас волнует, непосредственно, со, с партнером, в том числе, с девушкой. Вот. ваше, желание, м, контролировать, м, 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 Ни к чему хорошему, к сожалению, не приведет. Это приведет лишь только к тому, что девочка опять подширствует некий такой вот негатив и давление на себя с вашей стороны. Вот, и опять захочет, чтобы, собственно говоря, уйти от вас. Вот. Такая вот история. Это то, что мне видится. А в целом, в целом, мне кажется, что вы очень неглупый человек, и вот то, что вы неглупый человек, вам желательно использовать. Использовать для выравнивания этого перекоса вот в сторону, ну, как я сказал, некой спудиумности отношений. Вот. Это, в смысле, я могу вам сказать. По крайней мере, вот на данный момент. В принципе, в принципе, в принципе, на этом все. Это то, что вам можно было ответить. Я бы рекомендовал подумать о том, каким вы хотите все-таки стать. Так? Каким вы хотите стать? Это не для девушки, а для себя. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. А если вам понравился мой ответ, то я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом.